Итак, я всех рад поприветствовать на меловом. Сегодня будет меловой ассорти, состоящий из песочных, сухих, жирных глиномелов, не помню, но три вот этих вида здесь точно присутствуют. Поэтому сейчас будем проверять. Буду к каждому хрустеть. Я примерно знаю, какие тут сорта, но где какой кусок, понятия не имею. В общем, поехали. Не с того началось. А также в конце расскажу про акцию. И добавил сюда пиленный кусочек ватутина. Это будет что-то. Либо Василь Поля, точно уже не помню. Начнем вот с этого кусочка. По виду я сразу могу сказать, что это жирный мелок. Про маркерс, наверное, вообще ни про один не буду говорить. Они все очень марки, потому что все в идеальной просушке. Поехали. Поехали. Ну что тут скажешь. Это некое подобие нового оскола волоконовки. Красавчика. Элита. Вкус такой немножко сырости. Также меловая нотка прослеживается. Прям очень хорошо. Побелочный вкус также. Крупинка относительно хорошо держится. И вкус у него очень хорошо проявляется. Я бы, наверное, этому куску дал 8 из 10. Поехали к следующему. О, я здесь не буду врать. Этот кусок я помню. Вроде бы он. Давайте попробую. Это песочный, сразу скажу. Но это уникальный песочный сорт. fase님이 Justinha's nervous. Молодцы. Молодцы, наверное, сорт. Поехали. Поехали. После кого я помню, все вроде ситуации. Поехали. многие когда мне говорят мне нужен песочный сорт с очень хорошей крупинкой чтоб хорошо хрустел был твердый и по сути здесь сложно подобрать песочный сорт ну вот он тот самый это сорт тюменский он очень твердый то есть откусывается примерно как жирные сорта наверное так хруст крупинка держится очень хорошо вкус чисто по белочный меловой здесь никаких уже добавок нету просто в нем этого у какой сорт мне он очень нравится свое время я его только его ел но потом не перестали нравятся сухие и песочные сорта я перешел на жирные ну что хруст 8 из 10 вкус именно проявление того что он выдает это то есть по белка чисто меловой вкус но 9 из 10 а в целом разнообразие вкусов которые мне сейчас нравится так как это ближе к жирным есть наверное 5 из 10 потому что ну по белочный вкус он больше всего проявляется там 10 из 10 это белая гора северю холод какие-то такие сорта также когда его вот так делаешь или вот проводишь по нему сразу звонкая вот это что-то ощущается так по сортам примерно прошли мы новый оскол либо честер и получается сорт тюменский давайте поедем дальше по структуре сразу скажу что вот это жирный кусочек а сейчас узнаем что он из себя представляет и и он очень сливочный крупинка держится недолго из довольно быстро в кашицы уходит но кашица такая тягучая и привкус пищи бумаги имеется что-то связанное с тунгышторазом я бы даже сказал что по моему мнению понравился он или нет ну что-то интересное вот здесь кстати больше на вот один похож я вчера ролик снимал вот таким примерно такое был возможно это два разных куска эти два куска от 1 2 разных куска от одного от одной глыбы вкус очень хорошо проявляется он такой нежно меловой и проявляется вот этот меловой привкус именно в этом куске в пыли то есть он уходит в кашицу которая уже полностью обволакивающая без пыли вот этот меловой вкус он уже не ощущается ощущается ближе к пище бумаги что по оценке примерно то же самое что от которой новый оскол либо честер кусок был они похожи давайте сухой попробуем и кстати сразу видно сухой он или жирный ты отберешь даже когда трогаешь сухие сорта и песочный они так немного ну звонко звон какой-то отдают в общем когда ты их элементарно даже трогаешь и они очень легкие вот этот кусок сразу по нему видно он жирный этот сухой это трогаешь никакого звона нет а поэтому прям проскальзывает давайте посмотрим что за сухой сорт лучше всегда вот так делать потому что чтобы не смешивалась я несколько кусков сухих сюда положил вот это скорее всего севрюкова но именно что данной поставки этого сорта чем-то немножко чураева напоминает потому что чураева один из сухих сортов который прям горечи отдает вот даже когда вы сухой вы будете кушать до этого еще не поймете но запьете водой и такая горчинка появится но если мы возьмем сорт акбулак мало того что там когда ты изначально его кушаешь чувствуется сливочность да где-то он прикольно он хорошо хрустит и так далее но это горький сорт именно сейчас я прогулок говорю не пройдут когда вы отбулак забиваете водой это там просто нечто происходит потому что он настолько горький становится это прям что-то с чем-то здесь же приходится чаще водой запивать потому что он сухой быстро в крошку ходит крошка быстро сушит соответственно приходится запивать что же до вкуса как я изначально искал белая гора севрюкова эти сорта настолько по белкой сразу несут что это вообще вал но опять же не мое это по предыдущему ролику кстати спросили а белая гора что крупинку вообще не держит я просто об этом не сказал потому что наверное действительно я сейчас раз люблю жирные твердые сорта здесь для меня ее практически нет но если быть честным то конечно здесь присутствует крупинка сколько-то она держится но очень очень мало если мы возьмем тот ту же волокон of куда который хорошо держится крупинка если мы возьмем тот же тюменский в котором она вообще долго держится если взять сорт крупинка там он не просто крупинка называется сорт там она до конца до самого даже водой запиваешь она не уходит то есть она просто меньше меньше становится дальше хрустит и хрустит пока ты не проглотишь она будет своему рту именно крупинкой здесь она очень мимолетная поэтому как-то так оценивать я уже наверное сейчас не могу такой сорт потому что но это будет не совсем честная оценка так как раз мне не нравится такие сорта давайте так раскрытие вкуса вот это вот побелочный чисто меловой здесь стопроцентно но просто самая яркая здесь то есть жирных или других каких-то сортах но там на 70 процентов на 40 где-то где-то 30 20 до здесь сто процентов именно вот этот вкус просто сразу влетает чем собственно когда-то мне такие сорта и нравились а мы передвигаемся дальше интересный такой кусочек подождите по ощущениям так этом тюменский перепутал потому что вот это будто бы вот это тюменский он звенит еще больше и прям чувствую что это тюменский а и и и и и вкусненький но тогда это был тоже тюменский там был тюменский значит два кусочка просто попались не будем застрять на нем внимание и так тут у нас сразу видно что этот жирненький сорт некоторые сорта тут повторялись ну что я помню что положил из нескольких ящиков кусочки попробуем следующий какая у него крупинка давал тюменского поехали а этот прям хороший вот этот сорт отдает знаете каким послевкусиям и вкусом в принципе за что я когда-то полюбил очень сильно пиленые сорта в один момент просто попробовал сорт лилия и все после этого я только пиленый в основном ем потому что вкус распила он там очень оригинальный возможно либо это сорт лилия кусковой либо это сорт красавчик который ближе глина мел уйдет но он такой вкусненький вот это вот сладковатая нотка в самом конце когда уже кажется появляется это что-то просто в вау давайте так во первых его вкус его вкус это я как раньше не умел правильно описывать вкус распила так и сейчас но это что-то просто класс процентов 10-15 чего-то просто мелового побелка и звездка здесь тоже процентов 10 вкус возможно асфальта после дождя но вот это вот сливочность его она очень сильно подкупает хруст 7 из 10 смело могу сказать где хруст 10 из 10 это сорт крупненько потому что хруст сама крупинка там держится до конца это самый мощный в этом плане сорт и уже отталкиваясь от этого сорта я делаю кита выводы в общем бал обед я не знаю буду ли я редактировать этот ролик или прямо загружу целиком но предыдущий ролик и очень долго загружал на youtube а он шел всего 15 минут здесь уже 18 минут еще пол тарелки капец просто один в один футболкой ну здесь хотя бы я на себя ничего не попал в общем поедем дальше кстати кто-то спрашивал когда будет прямой эфир возможно в этом месте сделаю если будет много желающих под данным роликом в комментариях то сделаю в этом месте это сорт жирный а какой он сейчас мы с вами это и узнаем что-то похожее сегодня было но не совсем похож на песчанку кстати следующем ролике будет песчанка все всегда пишите в комментариях какой ролик вы хотите следующий сейчас плюс-минус каждый день будут ролики выходить по крайней мере в то месяце что значит вкус песчанки песчанкой вот этот сорт служит тем что вкус какой-то травянистости есть немножко будто бы кислинка даже какой-то отдает но вот как то так ну и процентов 30 тут чисто меловой вкус и ну присутствует разумеется да определенно так как я и сказал но тут знаете даже не припомню какие сорта мела дают описание примерно как песчанка но могу сказать следующее что возможно это все зависит от поставки потому что как говорится во первых сколько продавцов мела столько и название мела да углаждывания разные второй момент что просто так порода пошла ну и соответственно так и получилось не получилось удачно откусить наверное это говорит о том что стоит двигаться дальше вот а кстати у хрусту по консистенции был чуть похуже который до этого попадался жирный потому что он прям очень сливочный и быстро уходит в кашицу по ощущениям что это точно такой же кусок вот с чего я кайфанул так перейдем к следующему сразу видно жирненький я кстати когда короной болел господи я не чувствовал вкус разной видности мелов было все на один вкус и цвет это было ужасно и сейчас когда ты каждый чувствуешь по отдельности этого и без меня все уже ссохлось просто по вкусу очень сильно чувствуется меловой послевкусие вкус раз пива возможно это кстати с тем же кусочком связан который на лилию был похож что же тут еще сейчас немножко о другом но тут что-то я делал а поставка пришла пришло полтонны или 600 700 килограмм что-то такое я просушил и поставил ну точнее сначала поставил просушил а потом начал очистить его посетил меня тут пол короче весь был в милу я получается тряпку начинаю полоскать именно в горячей воде и пол мыть как запах меловой поднялся но потому что весь мол пол считайте в милу и это просто такой кайфовый запах было то то же самое когда миловую крошку засыпай заливну заливаете водой там такой запах поднимается я вот прям вообще кайфа ну и пошел мелкая классная у нее довольно быстро в кашицу уходит хруст держится недолго даже наверное это золотая середина к это между глиномелом и жирным потому что он не настолько твердый как вот подвис по иногда приходит а капец ну что поехали дальше чувствую уже наелся это тоже жирный по нему прям сразу вижу сразу могу сказать полностью отличается от предыдущих 2 хоть полностью то есть это другой сорт нежели остальные это не повторение кого-то сорта это вот сорт что-то типа эллин либо же подвисло иногда такой приходит он такой вкус сырости многим такое очень нравится но ничего на самом деле с миловым привкусом крупинка держится средне в общем он не очень сильно понравился будем переходить к следующему только по одной причине что у меня 4 процента на телефоне а мне ролик по-любому дописать надо давайте для начала расскажу про акцию сейчас в миловом до 25 числа проходит акция следующая до 26 процентов скидка полностью на весь ассортимент а в ассортименте на минуточку более 200 сортов как вот эти все так еще 195 грубо говоря да все это вы можете заказать зайти под роликом есть ссылки на группу вконтакте на инстаграм на ватсап где кому удобнее заказывать лучше всего заходить быка почему очень просто там есть фотография там есть описание каждого сорта цены ассортимент в общем все как вы любите давайте я надеюсь я успею попробовать причем сядет телефон это жирный сорт сразу говорю водичка закончилась без нее сложно вот она вот это вот самое 15 процентов здесь милового привкуса где-то также по белка и звездка плюс к этому ко всему он сливочный вкус распила не стоит забывать сладковатая нотка по моему это батутин в пеленом виде как и в предыдущем ролике но очень мне он нравится в общем ребят всем большое спасибо за просмотр ставьте лайки и пишите в комментариях что вы хотите увидеть в следующем ролике не прощаемся